Значит, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Шанель Абдулая. Воскресенье России. Живу в Северной Северной Северной. Вы представляете сегодня, вот мы с вами встретились в Санкт-Петербурге, на Кубке Европы. Вы представляете спортсменов, которые представляют Северной Северной. Да? Национальные команды России. Что сегодня интересного в джидо Северной Северной? Какие новости, как развиваете джидо? В джидо в основном там сейчас выделяется время, большое внимание уделяется, как раз этот джидо там развивалась. Сейчас даже в школах начинает сейчас развивать джидо в школах. Это программа, да, уроки текстуре, как джидо, да? Да, джидо, чтобы летом не было уже заниматься и учиться в джидо. Ну, что, а так, в основном, джидо там высокого уровня. Там такие спортсмены, как и Лариков Анатолий, заслуженный мастер спорта, такие, как и там и Лангменов, такие, как Тайкмагов сейчас в сборной страны, и Баткасе, и Кантеева Анатолий. Потом, ну, есть спортсмены высокого класса, еще перспективные, которые давали с начала данный момент, ну, как и сюда приезжали, вот, а сейчас будет за третье место, а группа забавится, то есть у нас, и так, по-своему, нормально. Так, все. Единственное, что там не хватает, а финансируем. Финансируем, так, и с ума с тобой. Потому что, когда у меня, какие дела с ума с вами, и у нас сборы прямо здесь, чтобы они могли тренироваться постоянно, чтобы не так, чтобы, допустим, делать, ну, с нашими. Ну, если это было, то есть у нас, и у нас есть. А кому вы могли бы сегодня здесь, ну, сказать о тех спортсменах, за их учениках, за их представляющихся относительно, кто бы реально мог побороться за путевки на Олимпиаду? Все-таки до Олимпиады в Бразилии осталось не так уж много времени. Ну, да, сейчас вот, как бы, у нас есть и Мурат Гасси, который может быть не бывает, она участвует в Олимпийской фигуре. У нас есть также ученики Кэтмазы, Массерская фигурка, Мурат Гасси, Кэтмаза Батраса, Сальвукова, Антева, 78-й, Кэтмаза, 70-й, Касси, 30-й. Вот они могут. А раз насматриваете вы из тех спортсменов, которые сегодня приняли на этот турнир, которые могут быть? Ну, конечно, вот в данный момент, вот ребята есть, и Ботизов неплохой, вот и Схабрегов, есть еще Калаев Калин, тоже есть еще перспективные ребята, которые в данный момент, в дальнейшем, могут претендовать на выступления на Ленингской фигуре. Это, кажется, в нужное время. Сейчас они молодые, а потом уже, но они перспективные. У вас большой опыт треевский. На ваш взгляд, с какого возраста лучше начинать заниматься зидорой? Ну, наверное, начальные классы, первый, второй класс. Да, ну, в этом возрасте, конечно, у них еще игровая идея, они, конечно, не понимают. Допустим, из-за того, и там, конечно, со временем, когда они придут, когда один год, там, ну, что, в театр, еще, вот, идет игровая работа, идет, чтобы их привлечь, привлечь к тому, чтобы они могли и дать им понять, что, ну, как бы, как дать им понять, чтобы они знали, чем они занимаются, для чего это. Ну, идет воспитательный процесс в таком смысле, потому что, что это спорт, это, ну, как бы, отношения должны быть в спорте, такое, как бы, что они должны быть спортсменами, людьми, ну, конечно, воспитательными, там не все качества, воспитываются, и человечность, и отношения, воважение к старшим. Все это просто, просто, просто carry on. Скажите, на сегодняшний момент, есть ли преемственность поколений в тренерской, как бы, в тренерском направлении? Потому что, ну, уже, много лет, да, есть ли молодые тренера, которые, допустим, как бы, вы растите ли вы молодых тренеров, да, есть молодые тренера, например, и сейчас вот у меня естьけど все, и, Зусил Эдуард Михайлович, тоже мы учимы, проводитель преноса Советского Союза, победитель ряда международных, например, преноса Европы. Он в данный момент сейчас на динамике, он тоже работает, и есть вот тоже спортивный спортсмен, Семенов, который сейчас посадят в нашей стране в 80-м году. А в детстве? И еще есть Сангас, это ему раз, но сейчас, когда мы там в зале, мы с маленькими группами, поднимаем. А те спортсмены, которые уже закончили свою спортивную карьеру, такие как Лангменеры, они помогают ли в тренировочном процессе, в плане мастер-классов, общения с молодыми спортсменами? Конечно. Да, вот, допустим, мы даже приглашали олимпийских чемпионов, которые сейчас в Англии, мы их пригласили, они показали мастер-класс, мы собрали очень много детей, показали, единственное, он очень хорошо, нам помогает, он очень спортивный человек, он создает эти условия, и как бы, чтобы развивалось и детям помогать. это министр МВД у нас, это министр МВД у нас, там и борьба на поясах, и дзюдо помогает, и детям, ну, очень старается, чтобы развивалось все, делают турниры, соревнования делают, недавно прошел у нас командный чемпионат России среди клубов, и они, у них, женская сборная, у них, мужская сборная, у них, на Европе, и стали, угрозы, угрозы, вы как тренер, мужчины, мы много спрашиваем, делали опрос, у девушек, почему девушки выбирают дзюдо, вот на вас, как тренер, почему, ну, понятно, мужской пол, понятно, это у него заложник, генов, быть сильным, детям, чтобы там, охранять семью, свой домашний очаг, ну, и вообще, как бы, добыча, да, а для чего женщины, девушка выбирают дзюдо, как вы любите? Ну, я думаю, тоже, не отстают от мужчин, хотят быть рядом, наверное, как-то, тоже, что-то мужчины не делают, но, может, и женщины тоже хочется, наверное, так же, но, сейчас бы как не называется, женщины не хотят, как бы, там, где мужчины, дамы-женщины, сейчас, в основном, так, штаново, то же самое, как же. Ну, почему, я даже не знаю, не могу ответить на это. Женский секрет, который невозможно раскрыть? Ну, я даже не пойму, ну, наверное, не знаю, как это называется, это время, когда, как бы, мужчины, и женщины, как бы, хотят, да. Хорошо. Вот, еще такой вопрос. Когда выигрывает ваш ученик, вы мужского повода, да? Вы ему говорите, молодец там, ну, послан молодец, ты ему настоящий мужик, ты там, выигрывай. А как вы девушке говорите, когда выигрываете? Ну, так же и говорю, молодец, умница, умница. А, вы говорите, не мужика, говорите, умница или красавица? Да, да, обязательно. Ну, женщина, она и есть, женщина. А с кем вам больше, ну, интереснее работать? С мужскими, ну, с мужчинами, или с женщинами? Ну, с женщинами я так особо не работаю, у меня есть одна девушка, симпатичная, высокая, она сейчас в своей команде стоит. И с кем интереснее, или сложнее работать? Ну, ну, так вот сказать, с девушкой, наверное, чем-то сложнее. У меня класса логика, готовность, и к ним надо как-то приспосабливаться, зачувствовать их, как с ними общаться, как разговаривать. Ну, это, как бы, ну, так получается. А есть в Северной Осетии, есть ли тренера женского рода? Женщины? И много ли таких? Нет, ну, не много, но есть. Есть валаев, в тюрьме, как бы старший тренер с этой женщиной, есть валаев. Нет, я имею ввиду, женщины, которые, женщины, есть, сейчас Кутово, приехал с Шелябинской, с Кослеяской, но Кутово работает. Но все равно, как бы, основной костяк это мужские тренеры, да? Ну, да, в основном там мужские там, там ытузары работают, там ыцогараева работают, там ылья работают, там другие тренера, но, ну, да, много тренеров, которые хотят, чтобы здорово развивалось. И вроде работа идет умрально, что, почему? Потому что, я люблю это, спасибо большое! Спасибо! Успехов вам! Ну, не знаю... В Северной Осетии. Продолжение следует...